боже какие о воды здоровы так это толокунь выжгородский район киевской области тут будет проходить оффроуд free fest ухты какие о воды блин то они тут все все сожрут нас шершни что это за херня такая да думаю все должен проводиться фроуд free fest думаю сюда на луазе приехать да блин яманал они они тут сожрут живьем в suzuki это сидишь с кондиционером болит но места конечно знатные тут такие пески вон я ну понятно suzuka без проблем идет от поля песочком песочек вот здесь по барабану suzuka конечно едет хорошо так тут кто-то рылся вот такие вот тут для оффроуда есть места искусственные но скажу что ничего особенного нет он suzuka проходит сама этот путь приколь даже с не блокированным дифференциалом да но эти камашня это напрягает я боюсь они еще съедят меня понятно что тут приезжают наверное на хороших джипах луаз то этот самый в принципе песок такой ну в меру песочек в меру места интересные еще раз говорю вот думаю приехать сюда на на луазе открытом 60 километров от киева или нет или это будет последняя поездка для луаза поэтому на разведку решил поехать на suzuki но эти скажу что здесь такие пески здесь на простой машине даже в разведку ехать стрёмно вот такие я думаю на обычной машине ты тут и приедешь ну так я скажу что девушку получить по песочку ездить что точно машин не будет точно машину он не будет ехал вон в лесочек конечно оводов ого от этого стало не меньше так а тут кто у нас стая оффроуд это видать люди позабивали себе место на лагерь они видать тут будут жить неделю пока будет происходить этот фестиваль но опять же если мне эти оводы кстати лес довольно интересный так она хорошо суда на разведку приехал озерцо такое вот карта показывает озерцо так ну оводы немножко успокоились стал перекусить классное место тут и рыбалка есть вон и купаться будет хотеть так красиво стал вот такое место стал чуть-чуть перекусить все прикольно то есть тут позабивали тут же так понимаю съедутся со со всей украины не оводы отстали может еще и приеду поля он позабивали на лагеря видать понаделывали этих самых табличек поля кстати ровный так на следующем повороте поверните на право так уважаемые участники власти фестиваля шестой год располагается на антона будет не срывать занимать место лагеря хорошего отдыха не ну и лагерь ей и не пытаюсь ваш занимать не просто мне просто понять съедят меня тут о воды или не съедят я на места очень даже скажу интересные что там сейчас давай в лес поедем тоже все позанимали а это же они и заняли понятно наверно лес интересного нету ничего тоже он видать вешки вязали вон кто-то паза пограждал ну даже в от солнца прятаться в тени они здесь себе сделали оборудовали кстати хорошее место такая-то кто филичный так винница винница на руку сюда со всей украины съедутся интересно интересные места так тут уже это идет речка речка идет так речка идет кстати речка кстати речка скажу довольно интересная речка сейчас пройдем посмотрим опять их ряда оводов но видать они летают за моей машиной пошли на речку посмотрим какой же тут запах канал напоминает ну канал такой глубокий сразу уйдет здесь обрыв и вон он заканчивается интересные очень хорошие места хорошие места так а ну что дальше идем смотреть вдоль канала а нет сузука я сюда не полезу алло 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 а за мне хер делать конечно даже не думая сузукой нет по отрываю бампера нах нахрена она надо так сдаем назад все таки это повседневная машина не для оффроуда это делают гранд витары ну гранд витары плохо все дело в том что она плохо поддается лифтовки и на нее поставить сложно большие колеса вот так вообще делают гранд гитары но очень редко что ходовая тут такая очень специфическая конечно ну такие конечно эта машина преодолевает спокойно потому что тут позанимали что у нас собрал мусор молодец не собрал лось понятно 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 прикольные места прикольно так до оболоне я малиновского поставил 52 километра отсюда с этих прекрасных краев так все таки думаю рискнуть сюда на открытом луазе приехать или нет но здесь дорога вот сейчас между селами просто идеальная просто вот не знаю в раздумьях тут конечно такие места для фроуда хорошие песочек чисто короче буду думать что лучше хочется приехать ну блин но луаз есть луаз надо не забывать про его нежность так сказать ну радость была недолгой сейчас именно что вы спросите что я так машину поставил мне что ездить нечего или как дело все в том что отломала рулевую тягу вот так вот отломала просто рулевую тягу сейчас я попытаюсь его вот короче вот так вот его отломала он бьет крестовину сейчас попытаюсь съехать вниз уже хоть чуть-чуть хоть что-нибудь на песочек пока заблокированным дифференциалом чтоб хотя бы ну что будем эвакуировать пока едет эвакуатор давайте тут конечно плохо видно посмотрим что тут да весело надо эту тягу теперь эта тяга вылетела вниз короче всю ее менять ну весело чтобы шкворь не вы не вырвало теперь так сейчас будем эвакуировать чудо-юдо блин так становимся сейчас будут вытаскивать что лебедить будем или что за фаркоп ее надеюсь фаркоп тут крепче так так я куда за за руль или никуда на нейтралку ставим сейчас только блокировку выключим там же жопа заблокирована так нейтралку ставим блокировку выключил полный привод выключил а лишь бы колесо не оторвалось пошла родная а мощная лебедка вода с нее потекла эх машиночка моя как бы выровняется давай не хочет сейчас я попробую машинку оттуда вытянули конечно вот такой то вид все имеет не ну вроде ж корни на месте еще не успела отломать надо будет потом на эти на трещины проверить чувствуется настоящий оффрут первый раз в мял немножко номер хааа ладно ну все они конечно уже так издеваться не буду ну конечно же что то когда то должно было тут поломаться ну ничего я думаю это не смертельный ремонт надо только проверить чтобы там не было трещины в рычаге если будет трещина конечно ее придется заварить чуть-чуть заезжаем вот тебе оффроуд есть передачу есть передачу есть ручник есть ручник работает любишь кататься люби саночки возить вот такая вот система раз все везем лунтика но машинка уже в гараже слава богу довезли с божьей помощью так сейчас мы проедем к дяде Грише сейчас мы у дяди Грише в кооперативе пошли шукать тягу ездили мы к дяде Грише и нашли у него это рулевую тягу вот такую вот которая у нас лопнула сейчас мы будем пытаться эту рулевую тягу по бырчику поменять значит что таки произошло произошло то что вон уже было видно лопнула рулевая тяга в этом вот месте по всей видимости эта рулевая тяга уже тут была она похоже треснутая потому что треснутая была давно и сломалась она именно вот так давай сразу ту сторону посмотрим так надо проверить рычаг обязательно не пошла ли здесь нигде трещина потому что я бил его крепко сегодня ну сейчас особо времени не было так тягу я поменял все сейчас по зашплинтовываю вроде бы стало нормально колесо по линейке выставил вроде бы ровно ну сейчас проедемся посмотрим заодно руль заменим еще будто руль провернуло еще так теперь немножко прорезюмируем машины конечно починил и все она ездит хорошо значит что могу сказать руль начал крутиться намного легче потому что на старой тяге закусывала шар видать наконечник поменял я тягу выставил под линейку это конечно на видео я не снимал потому что я торопился мне не было времени это снять тяга стоит новая отрегулировал по линейке развал вроде бы машину держит ну тут правда такая резина что тут понять сложно ну по крайней мере вроде бы держит дальше это еще не все у меня при ударе провернуло еще руль я не знаю почему руль провернуло потому что я перепугался что может и редукторы что то это но провернуло руль сейчас я покажу как хорошо что у меня был запасной вот так вот его взяло и провернуло при ударе вот тяга вот так ее оборвало видать она была треснутая здесь очень и очень давно вот она раз и оторвалась поэтому может кто то скажет что ее сварить надо что ее оставить нет тяга однозначно металлолом уже ну муфту эту можно оставить это выкрутить муфту оставить вот ее аж согнуло насколько как ее гнуло и руль же ничего не крутился тут ее немножко распилил чтобы выбить палец слава богу подошел жигулевский съемник чтобы это сделать это сделал слава слава богу так ну естественно маленький тест драйв ночью у нас насколько получится да будем заезжать в гараж потом как я развал выставлял если будет интересно напишите я отдельно сниму ну просто нервы на пределе были поэтому я так сказать все руль другой стоит вон свет работает моргает тоже то есть все нормально так сейчас про и проедемся чуть-чуть на сколько вот ночью будет видно но руль стал крутиться просто пальчиком тоже он тяжело крутился а теперь он вот вот я его кручу одной рукой за нас вот это видно вот вот машину никуда не не ведет вот я прекрасно поворачиваю то есть однозначно стало легче руль я новый выставил конечно он трошки покоцанный по сравнению но так сказать рабочая рука его натрет поэтому все будет нормально все рулику крути теперь даже на месте вот я его кручу одной рукой все ну 40 конечно работает просто бомбезно а то что там руль лопнул я думаю что это можно при желании исправить главное маты позитивный настрой в этом всем деле все поставили свет выключаем короче как то так так что денек я сегодня пережил веселый